Всем привет! С вами председатель. Вот они технологии прошлого, когда с помощью простейших инструментов делались колонны Исаакиевского собора. А сейчас трубу от дымохода не могут сделать так, чтобы она входила в другую. Третий раз приходится ездить в менять. Сначала у меня шибер не одевался на котел. Поменял. Теперь все одевается. Потом переход не одевался на шибер. Теперь одевается. Но теперь труба не одевается на переход. Вот так вот. Вот такие вот технологии у нас сейчас. А что касается плитки. Сколько лишнего времени потрачено на выравнивание швов между плитками? Плитки разного рисунка, но они из одной серии. Все в одинаковых коробках, где заявлена величина 250 на 450 миллиметров. Но на самом деле оказывается, что плитка с розочкой на 2 миллиметра длиннее. И это все век компьютерных технологий. Назревает вопрос. Как же тогда крепостные мастера в 19 веке резали мрамор с помощью простейших инструментов? Это вторая часть фильма «Ложь историков. Загадки Санкт-Петербурга». А в первой части вы могли видеть, как наш знакомый исследователь Джон Коннор лазал на карачиках по полу Исаакиевского собора. Вступал в неудобные диалоги с экскурсоводами. А также мы с вами сравнивали картины. Оригинальную картину Бенджамина Паттерсона, которая нарисована в 1800 году и висит в Пушкинском музее в Москве. И насколько я разобрался, рисунок Бажирянова Ивана Николаевича из его культурно-исторического очерка «Двухвековой жизни Петербурга». Именно этот рисунок мы можем видеть в Википедии на странице Казанского собора в Санкт-Петербурге. А под рисунком надпись «Вид Казанского собора в 1821 году» с рисунка Паттерсона. Напомню, что Паттерсон рисовал свою картину в 1800 году, когда Казанского собора еще не было и в помине. Его строительство только начнется в 1801 году и закончится в 1811 году. Мы нашли 10 различий в этих картинах. Я не буду повторяться, так что если вы не смотрели первую часть, перейдите по подсказке в правом верхнем углу экрана. И сначала посмотрите ее, а для всех остальных идем дальше. Хочу выразить огромную благодарность подписчикам, зрителям моего канала, за то, что пишете комментарии и подмечаете такие детали, которые я не всегда замечаю, так как глаз концентрируется на другом и слегка замыливается. А ведь это очень важная деталь, я думаю, самая важная. Обратите внимание на тени на земле. Они кардинально противоположны. Для чего нужно было перерисовывать рисунок и менять тени? Возможно, потому что сейчас тень так не падает. И почему вдруг из картины пропала именно эта группа людей? Здесь люди в военной форме прогуливаются с барышнями, но их форма одежды отличается, к примеру, вот от этих вот военных, которые что-то жестикулируют по воскам. Почему убрали именно этих военных? Прошу вас, напишите в комментариях свое мнение. Я думаю, всем будет очень интересно почитать. Возможно, это французские военные. Хотя форма в те времена была очень похожа. И почему же тени смотрят в противоположном направлении? Одно дело перерисовать рисунок и изменить кресты на соборе и на стелле. И другое дело перерисовать тени. Для чего? Ну и в продолжении увлекательной экскурсии по загадочному городу Санкт-Петербургу Джон Коннор нам показывает еще один собор. Это Троицкий собор. А точнее, Троица-Измайловский собор. А полное историческое название – это собор святой живоначальной Троицы, Лейбгвардии Измайловского полка. Чтобы вы понимали, Лейбгвардия от немецкого «лейб-тело» и «гвард-защита». То есть это телохранители. Но не просто телохранители, а почетное наименование отборных воинских частей, предназначенных для охраны особы и места пребывания монарха. Я думаю, корректно сравнить их с президентским кремлевским полком в нынешнее время. И представьте себе, чтоб сейчас им отгрохали вот такой вот собор. Смотрите, Третий собор Санкт-Петербурга, который нам показывает Джон Коннор, и все они, ну, мягко говоря, не похожи на наши православные храмы. Здесь явно какой-то ампир, какие-то языческие храмы. А если смотреть на этот собор с высоты, то он представляет из себя равносторонний крест. Хотите послушать его историю? Она мне очень сильно кое-что напоминает. Первый походный храм Лейбгвардии Измайловского полка был освящен в 1733 году. Это был храм-шатер. Ну, походный. Устанавливался в летний период ближе к устью Фонтанки, в деревне Калинкиной. А на зиму с начала холодов его разбирали. И зимой чины полка молились в приходских храмах. Но после перемещения полка выше по реке в 1742 году храм был перенесен в деревянную казарму. Все бы ничего, но церковь оказалась недостаточно просторной. В конце 1752 года полк подает императрице Елизавете Петровне всеподданнейшую просьбу начать строительство новой церкви. И в 1754 году был заложен новый деревянный пятиглавый храм. За два года его построили и в 1756 году храм был освящен. Однако с 7 ноября 1824 года церковь Святой Троицы была необратимо повреждена наводнением. Вода, доходившая до половины высоты престола, перебила все окна, разломала ограду, амвон, пол храма и замочила ризницу. В храме вода стояла на три аршина. Аршин это 71 сантиметр, то есть вода стояла на 2 метра. Решение построить для измайловского полка каменный собор взамен обветшалой деревянной церкви принял император Николай I. Мне интересно, церковь обветшала в связи с наводнением? Или 70 лет это большой срок для деревянной церкви? Что ж богомольцы-то дали ей обветшать, почему не следили за ней? Не красили, не реставрировали, но скорее всего надо было показать, что все у нас раньше было деревянное. И на смену старой деревянной церкви в мае 1828 года происходит торжественная церемония закладки Свято-Троицкого Измайловского собора. А ничего, что в апреле этого же года начинается русско-турецкая война. По-моему, не самое подходящее время строить соборы. А как я уже говорил в первой части этого фильма, в Казанском соборе до конца 1829 года продолжаются работы по отделке, которой руководит Агюст Монферран. Но лейб-гвардейцам Измайловского полка, видимо, далеко ходить в Казанский собор, ведь он находится аж за 2 километра. Поэтому и закладывают камень, чтобы построить самый большой собор в России тех времен. И уже через 7 лет, 25 мая 1835 года, состоялось торжественное освещение собора. Его высота составляла 80 метров и вмещало более 3000 человек. Как я уже сказал, это был самый большой собор России. А воздвигли его за 7 лет, полтора года из которых шла русско-турецкая война. Причем, как нам говорят историки, строительство не обошлось без ошибок. Конечно, это же не Монферран строил, это русский архитектор Стасов. Из ошибки в расчетах в августе 1830 года 16 колонн, на которые приходилась нагрузка от купола, дали трещину. И вот только, казалось бы, купол закончили, сняли леса. И в ночь на 23 февраля 1833 года главный купол сорвало бурей. Была повреждена одна из малых глав. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Ну и падением купола была частично повреждена кирпичная кладка. Началось следствие. Нашли целый ряд конструктивных ошибок, допущенных Стасовым, при проектировании купола и послуживших причиной катастрофы. Кстати, совсем недавно, в 2006 году, произошло возгорание строительных лесов, которое переросло в сильнейший пожар, и в результате которого произошло обрушение внешних конструкций большого купола собора на внутренний свод. В общем, купола не хотят держаться на своем месте. Ну и коль мы уж заговорили о куполах, давайте еще раз посмотрим на купола этих трех храмов. И попробуем поискать похожие здания по всему миру. И пожалуйста, Капитолий на Капитолийском холме в городе Вашингтон. Дата основания 1800 год. В недостроенном Капитолии впервые собрался конгресс, однако в 1814 его сожгли британцы, и восстановительные работы заняли 5 лет. В 1820-1827 годах южное и северное крыло, здания были наконец-то соединены переходом, над которыми вознесся купол. 1800-1827 год. Ищем дальше. Знаменитый пантеон в Париже. Дата основания 1790 год. Строился якобы как церковь, но впоследствии превратился в мавзолей для захоронения выдающихся людей Франции. Вы удивитесь, но просто очень похожий. Свято-Троицкий кафедральный собор в Симбирске, нынешнем Ульяновске. Храм был построен в 1824-1841 годах. В честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. 15 лет уже прошло после изгнания наполеоновских войск, а симбирские дворяне решают заложить первый камень. В честь победы русской армии. Не познавато ли? К сожалению, храм был разрушен в 1936 году. Заметьте, Монферран Исаакиевский собор строит 40 лет. Начинает в 1818, заканчивает в 1858. А тем временем в Ульяновске наши сибирские мужики строят точно такой же храм меньше, чем за 20 лет. С 1824 по 1841. Первый. Строят и думают, а к чему же мы его строим? А давайте в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. И заложили камень в 13-ю годовщину празднования этой победы. В общем, придумывают нам сплошные небылицы, в которые мы почему-то не задумываясь верим. Давайте с соборами или с капитолиями закончим и отправимся в Эрмитаж. В Государственный Эрмитаж или Императорский Эрмитаж, каким он был до 1917 года. Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А расположен он в комплексе Зимнего Дворца в самом центре Санкт-Петербурга. Эрмитаж. Русского в этом слове столько же, сколько было русского, наверное, и в наших императорах. Эрмитаж с французского – это место уединения, келья, приют отшельника. Нормальный такой приют отшельника в Зимнем Императорском Дворце. Эрмитаж – это уникальная сокровищница искусств, один из самых посещаемых музеев мира. Люди, приходящие сюда, восхищаются экспонатами Эрмитажа. Но немногие задумываются, как с помощью простейших инструментов такое можно было сделать. Очень многие исследователи облазили Эрмитаж вдоль и поперек. Искали следы ручного труда. Я не хочу повторяться, я просто оставлю ссылки в описании под этим роликом. И вы сможете самостоятельно перейти и посмотреть на работы этих авторов. Нам же Джон Коннор здесь показывает большое количество ваз, якобы сделаны ручным трудом и при помощи простейших механических станков. Которые в то время уже стояли на фабриках. Здесь, например, представлены вазы Екатеринбургской гранильной фабрики, которая основана в 1751 году. И Колыванской шлифовальной фабрики, которая открылась в 1802 году. Очень жаль, что рядом с этими вазами не поставили те самые станки, на которых эти вазы производили. Не хочу повторяться говорить про безупречную геометрию этих ваз. Что на них нет ни малейшего следа ручной работы. Что такое просто невозможно сделать вручную. Кстати, Колыванский камнерезный завод существует и по сей день. Но как вы думаете, они выпускают сейчас что-нибудь подобное? Нет! Простейшие вазочки 30 на 30 сантиметров. Это максимум, на что они способны. Ну, наверное, нет спроса сейчас на такой товар. Ну и так как название этого ролика ложь историков, мы в качестве примера рассмотрим одну вазу. Как раз той самой Колыванской шлифовальной фабрики. Это большая Колыванская ваза. Эта ваза сделана из зелено-волнистой яшмы. Это произведение камнерезного искусства. Эта ваза еще иногда называется царицей ваз. Так как это самая большая ваза в мире. Вес каменного изделия составляет 19 тонн. Высота вазы с пьедесталом 2 метра 51 сантиметр. Большой диаметр составляет 5 метров 4 сантиметра. А малый 3 метра 22 сантиметра. Впечатляет, да? То есть площадь этой вазы составляет около 15 метров. У меня кухня в квартире 10 метров, и я думал, что это большая кухня. Ну и ради забавы давайте прочитаем невероятную историю создания этой вазы. В 1815 году на каменоломне Алтайского горного округа рабочие под руководством И.С. Калычева расчистили от осадочных пород довольно крупный утес зелено-волнистой яшмы. От него начали отделять камни, пригодные для создания больших чаш. Через 4 года в той же каменоломне был обнаружен монолитный 11-метровый участок. От этой находки удалось отделить монолит длиной 8,5 метров, который из-за трещины пришлось разделить на две неравные части. Пригодной для работы была признана большая часть камня, имевшая длину 5,6 метра. Вскоре после этого управляющий Колыванской фабрикой представил кабинету Александра I модель и чертежи, добытого монолитой яшмы. 21 ноября 1820 года из Петербурга пришел ответ с рисунками и предписанием об изготовлении эллипсовидной чаши. Автором проекта стал архитектор Мельников. И вот тут вот начинается самая интересная часть рассказа. Просто нужно представить, что если сейчас ваза в готовом состоянии весит 19 тонн, то сколько весил тот монолит, длина которого была 5,6 метра? Ну, навскидку, если сказать, ну 50 тонн. Так вот, к работам приступили в феврале 1828 года. С помощью 230 рабочих камень был вытащен к каменотесному сараю и поднят на метровую высоту. Причем здесь даже никаких механизмов никто не разрабатывал. Все механики, видимо, в Петербурге остались, а здесь просто 230 рабочих. Первичной обработкой монолита занимались около 100 мастеров. После чего в 1830 году камень уложили на дровни и вручную силами уже 567 человек передвинули глыбу на 30 верст в колывань. Ну и уже на фабрике рабочие занимались обтеской чаши. После чего в 1832-43 годах создавалась емкость чаши, наносился орнамент и полировалась поверхность яшмы. К этому же времени был найден камень для пьедестала, в котором просверлили отверстие для стального стержня, соединяющего постамент с ножкой чаши. А 19 февраля 1843 года поезд, испряженных в особые сани лошадей, в скобках написано от 154 до 180, в зависимости от рельефа местности, повез чашу из колывани в Барнаул. Оказывается у нас не одна колывань, а полно, даже город Таллин в древности называли колывань. Но мы читаем про каменоломню в Алтайском крае, собственно там же где и находится колыванский камнерезный завод. Соответственно забиваем колывань Алтайский край, ищем Барнаул, прокладываем маршрут, причем даже не по дорогам, а просто по прямой. Это 240 километров, это февраль месяц. С одной стороны, вроде бы сани по снегу с легкостью катят этот камень, ну а представьте, если не большая горка, а если большая горка, а потом это февраль, Сибирь, 240 километров по прямой. А они что, по расчищенным дорогам ездят? Представьте, что там снегу с человеческий рост. И что это за такие особые сани, которые могли в упряжке держать 180 лошадей? А кто этих лошадей кормил всю дорогу? Ведь в февраль на лугу они пастись не могут. Уже сколько всего невозможного, а они только до Барнаула добрались. А из Барнаула обоз двинулся на Урал, на Уткинскую пристань реки Чусовая, где чашу подетально загрузили на плоты и отправили водным путем. По Чусовой, далее по Каме, далее по Волге Бурлаками и затем по Мариинской водной системе в Неву. Почему-то даты не указаны, только даты, когда они отправились, 19 февраля 43-го года, когда они приехали в Барнаул. И почему в феврале Чусовая река не замерзла? Видите, при небольшом анализе столько сразу возникает вопросов. Почему этих вопросов не возникло у историков, когда они писали эту белиберду? Ладно, через полгода чаша была доставлена в Петербург, однако баржа с ней довольно долго стояла на фонтанке у Анечкова моста. Тем не менее, каменные изделия выгрузили у набережной Невы рядом с Эрмитажем. В 1845 году вазу было решено поместить в проезд здание нового Эрмитажа. Четыре года для нее сооружали специальный фундамент. А осенью 1849 года 770 рабочих поставили чашу на место. А в Колыване 230 рабочих. Заготовку под эту вазу, которую мы предположили, что весит 50 тонн. А возможно, она весила куда больше. 230 рабочих вытащили к каменотесному сараю и подняли на метровую высоту. А спустя 30 лет в Петербурге на это понадобилось уже 770 рабочих. Глядя на эту вазу, я почему-то вспомнил сказку Божова «Каменный цветок». И в 1946 году был снят одноименный фильм. Вот так вот Данила Мастер делал эту чашу. А когда он закончил свое произведение, все просто диву давались. Какая тонкая работа. Такое ощущение, что режиссер этого фильма не знал, что в Эрмитаже стоят чаши намного более тонкой работы. Как же на самом деле создавали большую колыванскую вазу? Оказывается, это описал Григорий Иванович Спасский. Русский историк, исследователь Сибири. Это, кстати, для любителей порыться в документах. Заходим на сайт Национальной электронной библиотеки. И ищем книгу Спасского «Сибирский вестник. Часть 13. За 1821 год». Кстати, издательство «Санкт-Петербург в морской типографии». Книга прошла цензуру. Это не какой-то секретный документ. Тут вот очень интересно написано. «Представлены были в Центральный комитет 7 экземпляров всей книги для доставления куда следует». На основании узаконений. Санкт-Петербург, генваря 5 дня 1821 года. Цензор, колежский советник и кавалер Иван Естребцов. Если кому интересно, почитайте «Сибирский вестник», а мы перелистываем на 43-ю страницу. И, пожалуйста, об огромной сибирской чаше из зелено-волнистой яшмы. Тут очень кратенько, и я с удовольствием вам прочитаю. В августе месяце 1820 года доставлено в Санкт-Петербург с колывано-воскресненских горных заводов чаша из зелено-волнистой яшмы. Не входя в исследование, есть ли где в чужих краях подобная чаша, как величиною своей, так и редкостью камня, должно сказать, что Сибирь до ныне не производила еще столь отличного каменного изделия. Хотя некоторые чаши и вазы, привезенные из сибирских гранильных фабрик в Санкт-Петербург, по изящности камней и по красоте своих форм могут равняться с сею, новую чашею, и даже превосходить ее, но ни одна из них столько не доказывает ни богатства сибирской натуры, ни смелой предприимчивости русских мастеров. Чаша сия отработана в колыванской фабрике, состоящей под ведением кабинета его императорского величества и буду правлением начальника колывано-воскресненских заводов господина, тут очень трудное слово, обер-берггаупмана четвертого класса и кавалера Петра Казмича Фролова. Камень зелено-волнистой яшмы был добыт для оной в 1815 году в Ревневской каменоломне. Мы прочитали художественное описание чаши и камня, а теперь переходим к цифрам. Вес его в необделанном виде простирался более 700 пудов. По причине гористого местоположения между каменоломней и фабрикою, неудобного для проезда на лошадях, доставление камня на фабрику произведено силою человеческую. Сие совершено было в июле месяце 1816 года. В течение восьми дней, четырехстами человеками, горных служителей той фабрики и ближних рудников. Стоп! Цифры почему-то пошли наперекосяк. Во-первых, 700 пудов. Один пуд равен чуть больше 16 килограмм. Пудовая гиря. То есть камень в необделанном виде был меньше 12 тонн. А в Эрмитаже готовое изделие весит 19 тонн. Спаски пишет, что в течение восьми дней его тащили 400 человек. А не 230, как нам говорит доктор-геолога минералогических наук профессор В. Семенов и Е. Величко из города Екатеринбург в своей статье «Шедевры российского камнерезного искусства», которая печаталась в журнале «Наука и жизнь». Но, собственно, то же самое и написано в Википедии. Читаем дальше. Чертеж для чаши сочинен архитектором Гваренги. А Эрмитаж почему-то ставит автором проекта Авраама Ивановича Мельникова. Она имеет образование круглопродолговатое или эллипсическое. Длина Ея 4 с четвертью аршина, ширина 2 аршина, 14 вершков. Вышина с ножкою и цоколем 2 аршина, 1 вершок. Вес одной только чаши 109 пудов, а вместе с ножкою и цоколем 127 пудов 18 фунтов. Давайте калькулировать. Один аршин это 71 сантиметр. Вершок примерно 4,5 сантиметра. Переводим все в метрическую систему, получается длина ее около 3 метров, ширина около 2 метров, а высота 1 метр 87 сантиметров. А что же Спасский пишет про вес? Вес одной только чаши 109 пудов, а вместе с ножкою и цоколем 127 пудов 18 фунтов. Ээээ... это чуть больше двух тонн. Такое ощущение, что Спасский описывает совершенно другую вазу. Та была 2 тонны, а это 19. А что с датами? Обработка сей чаши производилась с 1816 по 1820 год. В январе 1820 года отправлена она с Колывана, Воскресенских заводов и везена следующим образом. С 3 по 28 января от Барнаула до Екатеринбурга 1785 верст и с 10 по 14 марта до Уткинской пристани, что на реке Чусовая. 75 верст сухопутно. Потом с 17 апреля по 9 августа до Санкт-Петербурга водой по рекам Чусовой, Каме, Волге и другим. По привозу чашу в Санкт-Петербург поставлена она в Эрмитаж Зимнего Дворца. Помните, я удивлялся, что нет никаких дат. Спаский нам все даты дает. И они абсолютно не совпадают. Спаский нам пишет, что обработка сей чаши производилась с 1816 по 1820 год. И в январе 1820 уже отправлена в Петербург. А Википедия нам говорит, что в 1820 году из Петербурга только пришел ответ с рисунками и предписанием об изготовлении этой чаши. Вы понимаете, что не сходятся только цифры и даты, а все остальное сходится. И место, где добыли, и как тяжело все это делалось. И тащили без лошадей, а человеческой силой. А это потому, что правда всегда одна. А когда люди врут, то и получается. Одна ваза 2 тонны весила, а другая 19. Ссылки на все статьи дам в описании к этому ролику. Самостоятельно почитайте, изучите. И хотелось бы послушать ваше мнение. Пишите в комментариях, давайте подискутируем на эту тему. Ну и в качестве дискуссии я предложу свою теорию. Почему не сходятся даты? Большая Колыванская ваза стоит в здании нового Эрмитажа. А поставлена она туда была как раз в 1845 году. Как нам утверждают профессор Семенов и Величко в своей статье в журнале «Наука и жизнь». Собственно, что и написано в Википедии. Цитирую. Только в 1845 году царицы отвели так называемый проезд недавно выстроенного здания нового Эрмитажа. Там еще в течение четырех лет сооружали для нее особый автономный фундамент. Осенью 1849 года 770 рабочих подняли и поставили чашу на место. Однако вскоре проезд был перегорожен стенами, и Колыванская царица оказалась в вечном плену слишком тесного для нее зала. То есть в дверь ее внести было невозможно, ее поставили в проезде, а потом построили стены и здание, соответственно, вокруг нее. Ну и давайте плавно перейдем к зданию нового Эрмитажа. Это первое в России здание специально построено для публичного художественного музея. И, конечно, оно известно нам своим портиком с десятью гигантскими статуями атлантов. По атлантам тоже очень много проведено исследований. Я не буду повторяться, оставлю ссылки в описании к ролику. Там исследователи под микроскопом, в прямом смысле этого слова, ищут следы ручной обработки. Посмотрите, я думаю, вас это заинтересует. А я сейчас хочу сказать немножко о другом. Нам надо понять хронологию строительства этих зданий. Из истории Эрмитажа мы знаем, что он возникает в 1764 году. Ему отводится помещение в Зимнем дворце для частной коллекции произведений искусств Екатерины Второй. Коллекция становится слишком большой и строится здание Малого Эрмитажа. Коллекция растет, поэтому в 1771 году принимается решение приступить к постройке Большого Эрмитажа. Это здание возводилось в течение многих десятилетий и было закончено только при Александре Первом. И в 1836 году сформировалось убеждение, что необходимо начать стройку совершенно нового здания. Тут очень кстати в 1837 году происходит пожар, практически полностью выгорает Зимний дворец. И необходимость начала работ во всем дворцовом комплексе стала для всех очевидной. И в 1842 году начинается строительство здания Нового Эрмитажа. Под надзором знаете кого? Василия Петровича Стасова. Да, это тот Стасов, который накосячил с Троицким собором. Сначала из-за ошибки в расчетах 16 колонн, на которые приходилась нагрузка от купола, дали трещину. Из-за этого Стасов был отстранен и посажен на сутки на гауптвахту. А потом купол сорвало бурей в 1833 году. И когда началось следствие, комиссия знаменитых инженеров, математиках, архитекторов нашла целый ряд конструктивных ошибок, допущенных Стасовым. При проектировании купола, которые послужили причиной катастрофы, и Стасов снова был наказан. Пять суток гауптвахты и внесение записи о случившемся в личное дело. Казалось бы, на этом его карьера должна закончиться. Но, видимо, кто старое помянет, тому глаз вон. И Николай I доверяет Стасову строительство здания нового Эрмитажа. И в феврале 1852 года состоялось торжественное открытие нового Эрмитажа для публики. Но возвращаясь к Спасскому и Большой Колыванской вазе, мы понимаем, что ее в здание нового Эрмитажа привезли уже в 1820 году. А здесь нам говорят, что здание построилось только в 1852 году. Где же 32 года стояла эта ваза? Ведь переносить ее туда-сюда просто не представляет возможности. Вот так вот пишется история, даты подгоняются совершенно безобразным образом. Нам придумывают какие-то сказки, небылицы, и мы в это почему-то должны верить. Мне очень жалко, что я сам не могу поехать в Санкт-Петербург и посмотреть на этот город уже другим взглядом. Я очень давно там не был, последний раз это было как будто в прошлой жизни. Но я обещаю, что доделаю ремонт, у меня появится больше свободного времени, и я продолжу серию фильмов «Ложь историков. Загадки Санкт-Петербурга». Ну а пока делались две серии этого фильма, я успел закончить ванную комнату. Сантехнику пока не подсоединял, так как будем еще тянуть трубы отопления. Надеюсь, до холодов все успею сделать. Ну и на этом все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok